Второе свойство для нас существенное – метаболизм и карта метаболизма в каждой клетке своя. Это экспериментальный факт, клетки этим отличаются. Метаболизм разный даже в разных тканях многоклеточного организма. Хотя там один и тот же геном, но метаболизм разный. Поэтому для каждой клетки надо строить свою карту метаболизма. И в-третьих, в большинстве типов клеток карта метаболизма – это непостоянная вещь. Она меняется во времени. В зависимости от необходимости клетка может добавлять или убавлять части вот этой карты, какие-то области. Так. Пардон. Извините, сейчас… Так. Подвисло сейчас минуточку. Извините, наверное, придется мне дальше показывать не в полном экране. А вообще видна моя демонстрация сейчас? Видна. Да, видна. Прошу прощения, видимо, придется мне показывать дальше так. Значит, какая у нас есть информация для изучения метаболизма вообще? Во-первых, это протеом. Это набор всех белков, которые в данный момент есть в клетке. Ну, значит, для клеток, у которых нет ДНК, например, эритроцит человека, этой информации достаточно для того, чтобы построить карту и дальше изучать метаболизм. Ну, поскольку протеомы постоянного времени закладываются при рождении клетки, дальше не меняются. А в тех клетках, где есть ДНК, нам дополнительно надо знать геном этой клетки, который определяет, какие вообще максимально могут быть… Эта клетка может произвести белки, ну, и ферменты, соответственно. И сети генной регуляции. Это особая сеть, которая управляет экспрессией вот этих генов и конкретно определяет, какие белки будут из генома экспрессированы в данный момент. Но о ней мы немного поговорим позже. Значит, протеом и геном. Так, где берут протеомы? Значит, да, немного скажу о протеомах, что их научились определять экспериментально не так давно, там, последние, там, 10, может быть, 15 лет в связи с развитием методов масс-спектрометрии белков. И это не такая тривиальная задача – выделить из клетки белки, значит, все их определить одновременно. Но методы развиваются, и все больше появляется таких протеомов. Значит, они складываются в базы данных, которыми есть доступ онлайн. Сейчас посмотрим на крупнейшую из этих баз данных, которая называется УНИПРОД. Идем в интернет. Интернет. Так, УНИПРОД ОРГ. Вот это, значит, веб-интерфейс в базе данных УНИПРОД. Значит, что мы здесь видим? Это база данных, в которой складывается информация о вообще всех белках, которые определены, изучены. Сейчас вот где-то около 600 тысяч белков из разных организмов. И здесь есть отдел, который называется протеомы. Протеомы. Сюда складывают вот протеомы. Идем в протеомы и смотрим. Значит, здесь где-то 300 тысяч протеомов определенных для бактерий, 100 тысяч для вирусов, 3 тысячи для археи и 3 тысячи для эукариот. Значит, вот здесь мы видим сразу, нам дают список этих протеомов в каком-то порядке. Значит, ну, щелкнем на первый и посмотрим, как он выглядит. Это какая-то бактерия. Так. У этой бактерии одна цепочка ДНК, одна хромосомника. И в ней 5 тысяч протеинов. Щелкнем на протеины. И получаем список всех этих протеинов. Значит, среди этих 5 тысяч протеинов большая часть – это структурные белки, не ферменты. Ну, есть, значит, и ферменты. Смотрим по названию. Как правило, их название кончается на аза. Фосфороптиназа, например. Щелкаем. Смотрим, что это такое. Получаем запись о конкретном ферменте, значит, в данной бактерии. Название. Ну, здесь записаны все его свойства, этого фермента. Но нас интересует конкретная строчка, которая называется каталитическая активность. То есть формула реакции, которую проводит этот фермент. Здесь вот приведена АТФ плюс фруктоза-6-фосфат. Это субстраты равняется АДФ, фруктоза-1-бифосфат и протон. Вот такой вот информации о данном ферменте для нас достаточно для того, чтобы использовать ее для построения карты метаболизма. Значит, как мы действуем? Имея, значит, наш протеол, имея набор ферментов, мы идем в базу данных, выписываем для каждого фермента соответствующую реакцию, которую он производит. И дальше начинаем строить метаболическую карту, она же метаболический граф. Вот рассмотрим на примере двух первых реакций гликолиза. Значит, первая реакция гликолиза, значит, два субстрата, глюкоза и АТФ, производит реакцию гексокиназа, она берет фосфат от АТФ, фосфорилирует глюкозу. Получается два продукта, глюкоза-6-фосфат и АДФ. Значит, мы берем субстраты, глюкоза-АТФ, продукты, глюкоза-6-фосфат и АДФ, в центре рисуем фермент гексокиназу. Значит, ну, предположим, она будет в кружочке, а вещества в прямоугольничках. Соединяем субстраты и продукты с ферментом. Идем, смотрим вторую реакцию гликолиза. Глюкоза-6-фосфат под действием фермента фосфогексоза-изомераза, изомеризуется, поворачивается там одна группа, образуется другой сахар, фруктоза-6-фосфат. Значит, то же самое. Рисуем субстрат, он уже нарисован, глюкоза-6-фосфат этой реакции, продукт, фруктоза-6-фосфат. В середине рисуем фермент, соединяем палочками. И получаем вот уже карту, соответствующую вот этим двум ферментам, она же граф. Ну, для небольшого количества, если у вас небольшое количество ферментов, то можно это все нарисовать от руки вот таким вот образом. Для сетей масштаба организма тут надо уже некоторую механизацию, автоматизацию применять. Ну, например, применять такую бесплатную программу, как GraphVis, которая позволяет по записям такого типа строить картинку, ну, с полным графом. Либо, как мы сейчас посмотрим, программу Cytoscape, которая умеет примерно то же, и плюс еще она позволяет просматривать и редактировать эти самые графы. Так, сейчас. Я в этой программе открою граф, соответствующий метаболизму эритроциты человека. Cytoscape – это бесплатная программа, там написано на яме. Видите, она работает. Живем сейчас. Так. Так. Ну, наконец, открылся граф. Значит, это общий вид, значит, так выглядит, ну, такой вид, значит, имеет граф метаболизма довольно простого в эритроците. В эритроците человека всего 300 метаболитов и 400 ферментов. Это общий вид, вы, конечно, никаких деталей не разберешь, но он состоит из двух элементов. Ну, также ферменты и метаболиты. Здесь метаболиты покрашены, это зеленые квадратики, ферменты – желтые квадратики. Ну, название не прогружается, к сожалению. Сейчас. А, ну вот, хоть что-то. Ну, мы можем увидеть только, видим пока только то, что ну, граф сложный. Значит, есть некоторые сгущения около тех веществ, например, которые используются наиболее часто. Ну, вот это АТФ. Вот мы видим его вот здесь. Ну, и другие похожие вещества. Ну, значит, программа Цитоскейп позволяет двигать элементы, там, редактировать, добавлять, удалять, а также располагать этот… Вообще, программа Цитоскейп, она для изучения вообще графов, любых графов, необязательно применительных к биологии, используется, ну, используется, как правило, биологами. Ну, соответственно, что можно сделать с графом? Его можно там расположить по-разному, сохраняя его топологию, как бы не меняя граф, просто изменить его представление, но расположить его как-то там по кругу, по сетке и так далее. С целью, даст ли нам это какое-либо понимание, ну, неизвестно. Может быть, что-то даст, может быть, нет. Значит, кроме этого, программа позволяет анализировать граф, ну, как обычно их анализируют, то есть определить распределение этого графа по числу соседей, то есть у каждой вершины графа, вообще любого, есть непосредственно соседи, непосредственно с ним соединенные ребрами. Вот программа позволяет вычислять статистику и узнавать, какой это граф. Там примерно эти количество соседей распределено либо по Гауссу, и это значит, что это граф примерно равномерно соединенный, примерно равномерная сеть, либо есть какая-то кластеризация, то есть граф состоит из кусков внутри себя сильно соединенных, а между этими кусками связи будут слабые и так далее. То есть анализируется топология сети с помощью такой программы. Так, значит, что, если мы хотим более детального описания нашей системы, уже какого-то количественного, грубо количественного? Применяется такой подход. Рассматривается наш граф, наша карта в стационарном состоянии, и мы хотим узнать, какие в этом стационарном состоянии будут потоки в нашей метаболической системе, скорости всех реакций. Значит, стационарное состояние – это такое, в котором концентрации всех метаболитов по времени постоянны. То есть они постоянны. Это немедленно приводит нам к условию, похожему на законы Киркова для электрической цепи. Значит, для каждого метаболита сумма всех скоростей, с которыми он образуется и разрушается, постоянно. И вот мы берем, значит, и для каждого метаболита записываем соответствующее уравнение. Значит, выражается сумма всех скоростей, с которыми он образуется и производится, равняется нулю. Значит, у нас получается набор уравнений числом, сколько метаболитов, и, значит, с неизвестными скоростями соответствующих реакций. Значит, ну, кроме, значит, это и, значит, эта вещь эквивалентна, на самом деле, если мы ее в матричной форме запишем, это будет эквивалентно вот такой, созданию такой матрицы, которая называется стихиометрическая матрица. Матрица, в которой количество строк, в строках мы записываем вещества, а, значит, в столбцах записываем скорость реакции. А на пересечении столбца и строки записывается так называемый стихиометрический коэффициент, который определяет, использует ли данная реакция данное вещество и в каком количестве. Вот, например, мы имеем реакцию вот такого типа B плюс 2C равняется D. Реакция использует одну молекулу B и две молекулы C, производит D. Значит, как будет выглядеть стихиометрическая соответствующая колонка для этого фермента? Значит, она будет равна, индексы будут везде равны нулю, там, где для тех веществ, которые эта реакция не использует. А для вещества B здесь будет минус единица, минус, потому что B в этой реакции расходуется. Значит, минус двойка – это потому что расходуется две молекулы C в этой реакции, и единица для молекулы D, поскольку она образуется. Вот получается такая стихиометрическая матрица. Вот система этих уравнений эквивалентна перемножению в этой стихиометрической матрице на вектор из скоростей. И в результате получается нулевой вектор. Значит, и мы решаем дальше, пытаемся решить эту систему и получить значение всех скоростей. Надо сказать, что в лучшем случае такой вариант может дать нам только относительные величины. Здесь нет никаких абсолютных скоростей, никаких величин для скоростей. Мы можем узнать только соотношение скоростей из решения такого уравнения. Это во-первых. Поэтому в реальности, если хотят что-то определить уже для жизни, для конкретной бактерии, то какие-то скорости определяют для этой бактерии. Как правило, это скорости, с которой клетка либо что-то поглощает из среды, либо что-то туда выбрасывает. Такие скорости гораздо проще измерять, чем то, что происходит в клетке. И тогда, если у нас есть какие-то измеренные скорости, то мы можем надеяться, что сумеем вычислить и все скорости, которые относятся к внутренним процессам и к нашей сети метаболической. Но это значит, есть сложности, когда мы учитываем нашу биологическую специфику. Обычно в живой клетке метаболитов меньше, чем ферментов значительно. Вот как в эритроците, там 300 метаболитов, 400 ферментов. Значит, система получается недоопределенной. У нас не хватает уравнений. И, соответственно, решая такую систему, мы только уменьшаем область, пространство этих скоростей, в которой наша система может существовать. Но однозначного результата не получаем. Есть вторая сложность. Миш, прежде чем ты будешь рассказывать об этих сложных вещах, я бы хотел, чтобы ты остановился на более простой вещи. Вот картинка, которую ты нарисовал, вот красные и синие скорости. В них есть уравнения, в которых скорость равна нулю. Какая-то одна скорость равна нулю. Либо положительная, либо отрицательная. Надо сказать, как в этом случае поступать с этим. Потому что иначе все скорости равны нулю. Если формально решать эту задачу, V1 равно нулю, значит, V2 равно нулю и так далее. Сейчас, минуточку. Как вот в этом случае, V1 равняется нулю? Обязательно в такой системе присутствуют так называемые втоки и вытоки. И с ними надо поступать особых. Нельзя приравнивать нулю? Нет, конечно, нельзя. Вот их обычно измеряют. Вообще-то их обычно измеряют, либо... Миш, этого уравнения не должно быть. Потому что если такое уравнение есть, то измеряй, не измеряй, все скорости окажутся равными нулю. Но его не должно быть. Но это я взял пример чей-то. Не, ну не важно. Да, ну просто... Ну давай я два слова скажу тогда в этом месте. Я ребятам об этом уже говорил специально. Это существенное свойство любых биологических систем. Они неравновесны. И поэтому в них есть так называемые втоки вещества и есть вытоки. Втоки, если мы их не учитываем, а просто пишем реакции так, как их выдает граф. Глюкоза реагирует с АТФ, получается глюкоза 6-фосфат, и АДФ и так далее. То для каких-то веществ, которые не являются промежуточными продуктами, а являются либо начальными, либо конечными, мы неизбежно окажемся в ситуации, которая здесь приведена. Какие-то вещества будут потребляться необратимо, то есть их концентрация будет уменьшаться во времени, а значит нет стационарности, а какие-то вещества будут непрерывно накапливаться из-за того, что это как бы конечные вещества, это вещества, которые организм выбрасывает. Значит, начальные вещества или питательные вещества в конечном итоге организм берет из окружающей среды, и поэтому должна быть стрелка, которая соответствует втоку. Вот это В1 в данной схеме реакции, оно только расходуется, но значит есть процессы, в результате которых это вещество попадает либо в клетку, либо в организм, либо еще куда-то. И это значит, что эта реакция или этот процесс, иногда это довольно сложный процесс, например, вся пищеварительная система поставляет нам какие-то незаменимые вещества, витамины, аминокислоты. Значит, нам что, надо рассматривать ситуацию, когда все эти вещества проходят пищеварительный тракт, как-то перевариваются, как-то из белков получаются аминокислоты. Очень сложно. То есть как бы неизбежно получается, что наша система превращается в совершенно необозримую гигантскую систему. Поэтому довольно часто поступают иначе. Во многих случаях, ну скажем, в нашем организме, концентрация каких-то веществ, допустим, глюкозы в крови, а через кровь большинство клеток получают глюкозу. Концентрация глюкозы в крови стабилизирована. За ней следят специальные системы, и они стараются сделать так, чтобы концентрация глюкозы сильно не менялась. Если мы чего-то очень сладкого, очень много поели, очень вкусненько, то у нас теоретически большой вток глюкозы, и она должна вырасти в крови. И она и вырастает немножко, потому что организм быстро включает реакции, которые эту глюкозу запасают, превращая во что-то другое. А с точки зрения нашей конкретной задачи, мы в этом случае можем сказать, а давайте зададимся простым условием. Концентрация глюкозы в крови или в нашей клетке даже просто постоянно. Тогда V1 не равняется нулю, а V1... Уравнение просто можно убрать и просто считать, что концентрация соответствующего вещества, например, глюкоза, если это была глюкоза, которая расходовалась со скоростью V1, что концентрация постоянна. Если концентрация глюкозы постоянна, то тогда V1 может равняться нулю, но при этом все потоки не будут равны нулю. Поэтому прежде чем просто вот вслепую записать матрицу стихиометрических коэффициентов, надо обязательно проанализировать, какие вещества мы будем, допустим, полагать равными в константе, ну то есть какие процессы мы не будем рассматривать, заменяя их на что-то более простое. Ну, например, вот как я сказал, будем считать, что это просто боком данная концентрация, которая поддерживается в организме постоянно. И то же самое с вытоками, то есть финальными, конечными веществами, которые образуются и вроде как непонятно куда деваются. Ну, конечно, организм так не действует, он либо их превращает во что-то другое, либо выбрасывает из организма. И когда мы говорим о клетке, опять-таки ситуация требует некого упрощения. Ну, например, из клетки есть процесс транспорта, когда это вещество из клетки выносится в кровь. И концентрация в крови этого вещества тоже примерно постоянна. То есть есть какие-то системы, которые его убирают. Вот описание метаболической системы, которая находится в стационарном состоянии, складывается из двух вещей. Первое – формально нарисовать граф процессов, которые там происходят. нарисовать стихиометрическую матрицу, то есть уравнение превращений в случае стационарного состояния, и при этом проанализировать вход и выход в эту систему. То есть эти реакции, которые мы в этой системе не будем рассматривать, а заменим их некими условиями. тогда у нас задача становится более определенной, и можно переходить к тому, что сказал Миша. Находить какие-то соотношения между скоростями. Я закончил, Миша. Давай. Понял, спасибо, Фазли. Но я тогда про сложности продолжу. Да, да. О том, сложности такие, что система наша обычно, ну, часто, может быть, недоопределена из-за того, что метаболитов меньше, чем реакции, которые с ними работают. Вторая сложность – это если у нас есть какие-то интегралы в системе. Вот, например, вот простейший случай, если что-то сохраняется, то у нас тоже появляются линейно-зависимые строки в нашей системе, которые ранг нашей стихиметрической матрицы уменьшают. Соответственно, опять увеличивают нас неопределенность. Ну, вот я рассмотрел наипростейший случай. Значит, случай вот такого графа. Два вещества А и Б образуются они ферментом Е1, и АА образуется ферментом Е1, то есть, наоборот, разрушается ферментом Е1 и синтезируется с ферментом Е2. Для Б, наоборот, мы имеем, что А плюс Б у нас концентрация этих веществ сохраняется, но очевидно. Если мы в статонарном состоянии запишем скорость изменения А и Б, значит, это будет для А минус В1 плюс В2, для Б, соответственно, наоборот, В1 минус В2. В стационаре мы записываем условия скорости, равные нулю. В матричной форме мы получаем, значит, нулевой вектор равняется вот этой стихиметрической матрице, которая явно линейно зависима, умноженная на вектор скоростей. Ну, это самый простой пример, но похожие ситуации будут, если скоростей больше, чем 2 между ними, если веществ больше, чем 2. Ну, получается аналогичные ситуации, которые нам еще уменьшают ранг нашей матрицы и увеличивают неопределенность. Значит, что делают? Ну, для бактериальных клеток поступают так. Называется метод баланса потоков. Говорят, получив вот эти уравнения, мы предполагаем, что эволюция так оптимизировала метаболизм этой клетки, что она производит, скажем, биомассу с максимально возможной скоростью при своем данном метаболизме, либо энергию производит с максимальной скоростью и вводит некую объективную функцию целевую, которая, как правило, представляет собой какую-то линейную комбинацию реакций, которая связана с синтезом, например, белка, либо с производством АТФ в клетке и имеет задачу такую максимизировать и максимизировать вот эту объективную функцию при условии вот таких вот ограничений, при условии нашей системы. Это задача из линейного программирования, которая легко решается, даже для больших систем. И в результате, как правило, получается единственное решение, точка в пространстве скоростей, которая для бактерий неплохо дает распределение скоростей, которые для бактерий неплохо работают. Но, значит, для клеток многоклеточных это работает, то есть это просто, видимо, это не работает, и с ними надо разбираться отдельно. Эта сложность остается. В многоклеточных организмах существует там оптимизация, но они происходят по таким параметрам, которых в нашем грубом приближении просто нет, мы описать ничего не можем. И с многоотклеточными организмами надо в каждом случае будет разбираться отдельно человеку, который изучает эту систему. Тут я не могу дать общего рецепта. Так, теперь дальше. Куда мы можем продвинуться дальше в более детализации описания нашего метаболизма? Мы можем описать его уже количественно, если перейти от описания стационара уже к полному описанию, записав вместо стационара условия для стационара дифференциальное уравнение. Вот к нашему графу мы поставим в соответствии такую систему уравнений. Пишем скорость изменений для каждого из метаболитов, а в правой части у нас та же сумма скоростей, с которыми синтезируется и разрушается метаболит. Если мы знаем вид вот этих скоростей, как они выражаются, это на самом деле не константы, это некоторые функции, тогда мы можем исследовать эту систему, как исследует систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Она нам даст описание стационара и разнообразных переходных процессов, ну и в принципе всего, что там есть в этом метаболизме, если мы знаем скорости. Значит, как выглядят скорости для реальных, для ферментов? Вот я здесь привел формулы скоростей для гексикиназа, например. Это функция от концентрации метаболитов. Вот АТФ, значит, в квадратных скобочках, это концентрация АТФ, глюкоз-6-фосфат, это глюкоз-6-фосфат. АТФ – это субстрат у гексикиназа, глюкоз-6-фосфат – продукт. Значит, здесь есть, значит, в зависимости от концентрации метаболитов некоторые константы. Альфа и всякие К. Значит, альфа имеет смысл максимальной скорости, с которой может вообще работать этот фермент. Эта максимальная скорость умножается, а вот эта вся остальная часть, она может принимать значение от нуля до единицы, соответственно. И эти формулы могут быть самого разного вида для разных ферментов. От достаточно простых, которые описывают, ну, от монотонной зависимости с насыщением, скажем, от субстрата для гексикиназа, до сложных. Вот как здесь третий фермент написал формулу скорости для третьего фермента глюкоза – фосфофруктикиназа. Такие сложные формулы, ну, относительно нетривиальными и достаточно немонотонными резкими зависимостями от метаболитов, свойственны так называемым ключевым ферментам. Ферментам, которые определяют скорость всего метаболического пути. Фосфофруктикиназа – это как раз такой фермент, и, как правило, такие ферменты, скорость их жестко регулируется. А жесткая регуляция, она выражается в виде формул в каких-то резких зависимостях от концентрации метаболитов. Вот здесь мы, например, видим четвертую степень от концентрации АТФ, АМФ, фруктура 6-фосфата. Вот, значит, как получаются такие формулы, откуда они берутся? Берутся они, ну, для того, чтобы… Берется отдельный фермент, выделяется и изучается детально его кинетикой, экспериментально, в зависимости его скорости от сочетаний концентрации метаболитов, с которыми он работает. А описание производится вот таким образом. Ферментативный цикл, все ферменты работают по циклу, разбиваются на некоторые стадии. Вот рассмотрим простейший пример ферментативной реакции, субстрат переходит в продукт, под действием фермента Е. Значит, какая будет, может быть, у него самый простой ферментативный цикл. Вот он состоит из трех стадий. Значит, фермент соединяется с субстратом, первая стадия, образуется фермент-субстратный комплекс. Значит, скорость этого процесса мы обозначим как V1. И V1, скорость этого процесса, мы описываем как процесс из неферментативной кинетики, ну, из неорганической химии, как какая-то некая константа, умноженная на концентрацию фермента и на концентрацию продукта по закону действующих масс. Значит, этот субстрат присоединяется обратимо, он может отвалиться, скорость соответствующая V2, другая константа, умноженная на концентрацию фермент-субстратного комплекса. Затем, следующая стадия, собственно, реакция химическая, субстрат превращается в фермент, комплекс фермент-субстрат превращается в комплекс фермент-продукт. Значит, и на последней стадии отсоединяется от комплекса продукт и высвобождается фермент, который готов для следующего ферментативного цикла. И для описания, для того, чтобы получить формулу этой реакции, обычно применяют такой же метод, похожий на то, как мы описывали метаболизм в стационарном состоянии. В данном случае в качестве метаболитов у нас выступают, в роли метаболитов выступают формы фермента, различные фермент, фермент-субстратный и все фермент-субстратные комплексы. Для них мы также в стационарном состоянии предполагаем, что оно здесь есть, обычно оно бывает, записываем сумму скоростей, с которыми этот элемент образуется или разрушается. И с учетом того, с учетом вида этих скоростей решаем систему этих уравнений в стационарном состоянии и получаем выражение, которое описывает нам зависимость концентрации каждой формы, в зависимости от концентрации продуктов и субстратов. Вот в данном случае, значит, нас интересует форма Е, фермент-продукт, поскольку нас интересует вот эта вот скорость, это и есть скорость ферментативной реакции. Мы считаем, что скорость образования продукта, это вот как раз она и есть, это наша скорость ферментативной реакции. Она равна константе 4, по нашим условиям, умноженная концентрацию фермент-продуктного комплекса, комплексов фермент-продукт. Мы решаем, значит, и получаем вид общей такой зависимости. Это некая В максимальная константа, умноженная на вот такую зависимость от концентрации субстрата, где К некая константа. А, собственно, вот константы две, это комбинации из вот этих элементарных констант, и здесь присутствует Е0, это суммарная концентрация всех форм фермента, которая сохраняется, это тоже представляет собой константу. А вот, значит, мы получили формулу, а вот эти элементарные константы, они, ну, с некоторым трудом, но они измеряются методами ферментативной кинетики, биохимиками. Удается исследовать этот ферментативный акт, ферментативную схему, как правило, детально, и измерить вот эти константы. Вот таким образом получается, значит, наша формула. Так, еще что может нам помочь при изучении карты метаболизма, сложный, это опять работы биохимиков, то, что они разделили большую карту метаболизма на логические блоки. Блоки эти объединены общей функцией, как этот набор ферментов, которые, во-первых, их представляют собой связанный граф, то есть они объединены в какую-то систему, и они управляют, как правило, у них есть общая задача управлять концентрацией какого-либо вещества, что-либо синтезировать, что-либо разрушать и так далее. Значит, эти блоки, каждый из них относительно небольшого размера, гораздо меньше, чем карта. Это, во-первых, и, значит, их проще изучать. И, во-вторых, между собой они относительно слабо связаны. Это дает нам надежду, что мы можем изучить этот метаболизм поблочно, а потом из этих блоков собрать опять воедино нашу карту, уже понимая, как работают блоки. Значит, эти блоки называются, как правило, метаболизм чего-либо по наименованию того, с чем работает метаболизм. Метаболизм пуринов, метаболизм глутатиона, геспедина, цистина и так далее. Вот. Это вещь, которая упрощает нам работу. И, наконец, вначале мы говорили о сетях генной регуляции. Это те сети, которые управляют экспрессией генов и определяют нам протеомы в клетках, где есть ДНК. Значит, что это такое? Значит, среди всего протеома в клетке есть набор белков чисто регуляторных, называются факторы транскрипции. Значит, такой фактор, белок, вот здесь он обозначен на картинке Х, например, он садится на ДНК, на свое специальное место, которое находится перед каким-либо геном. Рядом с этим местом находится место связанное РНК-полимераза, которое садится на это место и начинает считывать ген, образует, соответственно, РНК с этого гена. Когда фактор Х садится на свое место, он изменяет сродство РНК-полимераза к своему месту связанному, либо усиливает, либо ослабляет. И таким образом влияет на скорость, с которой будет считываться РНК, ну и потом по РНК образовывается какой-то результирующий белок, который здесь обозначен Y. И такое влияние обозначается как Х, стрелочка Y. Х влияет на Y. Y может быть каким-то рабочим белком, либо структурный какой-то белок, либо фермент. Либо он может быть таким же фактором транскрипции, который имеет соответственно свое место связывания где-то и регулирует что-то еще. И вот из таких взаимодействий в реальной клетке получается сложная сеть. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит у Ишерихи-Коли. Вот это общий вид такого вот графа, общий вид сети транскрипции для Ишерихи-Коли. Здесь несколько тысяч элементов, то есть эта сеть сложная, но она состоит из элементов одного типа из этих факторов. Если приблизиться, то где-то нам покажут их название этих факторов, но ничего кроме этого мы здесь не поймем, кроме того, что все очень сложно. Так эти сети изучены гораздо хуже, чем метаболические. Это процесс, который происходит сейчас изучения этих сетей. наиболее далеко продвинулись работы у Ишерихи-Коли, где люди пытаются как-то выделить в такой сети какие-то блоки, по типу работы биохимиков, разделить эту систему на какие-то повторяющиеся блоки и уже из них собрать нечто. И результат их работы на сегодня получается такой. Эта сеть получается организована как компьютер. Вот здесь показана уже эта сеть в схематическом виде, как она представлена в работе. Имеются входы у такой системы. Это факторы транскрипции, которые чувствуют внешнюю среду, температуру, PH, наличие каких-то питательных веществ в среде выхода с этих систем заводится на сложную сеть, которая представляет собой логическое устройство, которое принимает решения на основе данных о входах. Что делать, что производить при данных входных условиях. И есть выходной каскад, в общем, есть выход. это набор факторов транскрипции, которые непосредственно регулируют образование рабочих белков, структурных и ферментов. Например, когда в среде появляется какой-нибудь сахар-галактоза, например, есть специальный фактор, который чувствует галактозу. Значит, результатом он это чувствует, и результатом в результате клетка синтезирует несколько ферментов, которые представляют собой путь для утилизации галактозы, получения из этого пути энергии. Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать про уровни описания метаболизма, на уровне графов, на уровне топологии, на грубом количественном уровне стационарное состояние и на уровне дифференциальных уравнений. Все, я кончу. Значит, скажи, пожалуйста, ты как-то очень кратенько это рассказал, чуть-чуть подробнее, скажи, пожалуйста, как быть с константами, когда вместо просто скоростей мы переходим наконец к описанию зависимости скорости от концентрации, то ты рассказал, как получить формулу, но в этой формуле очень много констант. Откуда их брать? Вот эти, к сожалению... Есть соответствующие базы данных, которые... Для вот такой схемы нету соответствующей базы данных. То есть для элементарных констант это надо смотреть статьи. Но если мы имеем формулу вот такого типа, где уже вот эти константы, которые представляются комбинацией тех, вот эти константы можно найти в базе данных. Отдельная база данных по ферментам, по их кинетике. Называется бренда, но сейчас я прям показать наверное не берусь. Ну и когда будем... Если надо будет, я подготовлюсь, покажу. То есть... Ты просто хотя бы расскажи, что в этих брендах есть. Извини, Фазли, я не услышал последнее. Я говорю, просто скажи хотя бы в принципе структуру, как там это все устроено, что там и как можно добыть из этих баз. так. Ну сейчас попробую. То же самое идем в интернет. Ищем сайт бренда. Сейчас. Бренды. Вот у меня есть бренды энзайм датабейс. Так. Значит, здесь у нас что мы ищем? Мы ищем информацию о каком-либо ферменте. Обычно я вот не знаю в каком виде мы задаем, но, например, вот эти самые номера каждый фермент имеет такой международный уникальный номер. В отличие есть номер у каждого белка, значит, это номер обычно идентичен индексу, который присваивается его не против. А для ферментов отдельно есть своя классификация. Она выглядит примерно из таких номеров. Ввели какой-то случайный номер. Миш, откуда брать эти номера? Номера брать из Ульпрота того же самого. У Ульпрот выдает название фермента. Там есть? Ульпрот выдает и название, и если это фермент, то он выдает даже, наверное, ссылку на эту самую бренду. И во всяком случае уникальный номер он выдает вот этот, по которому ты можешь сам вручную вот здесь. Я просто это все думал, когда задачу будет задавать. нужно взять название фермента, нужно взять эти самые химические формулы для субстратов, то есть реакции, которые этот фермент производит, и взять номер этого фермента, его систематический номер, который дальше идентифицирует его в любых других источниках. Это будет и в статьях, это будет в базах данных, фермент будет идти под своим собственным номером. Эти номера устроены довольно сложно, они показывают классификацию ферментов, они себе содержат, ферменты разбиваются на классы, на подклассы, по типу химических реакций, которые они производят. и это позволяет заменить фермент его уникальным номером. И в эту бренду уже можно вводить тогда этот номер, не беспокоясь ни о чем другом, потому что точно будет тот самый фермент, который работает в вашем конкретном случае. Да, ну вот для какого-то фермента информация из бренда начальная, та же реакция, что бы не против записано. где-то здесь будет информация о константах. Здесь очень много всего. Сейчас, минуточку. Структура, молекулярные свойства. Я просто стабильность, так, связанные с функциональными параметами. Вот, функциональные параметры. КМ, например, это вот константы, самые распространенные, так называемые константы Михаэльса. Смотрим. Так, значит, с чем работает этот фермент? Он работает седогептулезой и глицералидогид трифосфатом. Ну вот, константы приведены здесь. Они называются КМ в данном случае. Для конкретного вещей в миллимолях они выражены. И здесь, значит, много, даже для одной константы может быть, много строчек, поскольку здесь идут ссылки на уникальные работы, в которых эта константа была определена и получена такое-то для нее значение. Вот. Ну вот, мы видим здесь значение для константов. Во второй строчке для какого вещества это константа измерена, для какого субстрата или продукта или для чего, аналога субстрата. Ну, в общем, вот так. Если надо что-то будет детально, я думаю, может быть, когда задачу задавать будем, я что-то такое конкретно скажу, то, что будет нужно. А так, в общем, вот. Ну, хорошо, Миша, еще пару слов, пожалуйста, потому что вот мы написали гораздо более сложные формулы. Теперь у нас уравнение не выглядит так, уитая плюс-минус там ужитая равняется нулю. А теперь у нас это сложные формулы, в которых присутствуют концентрации разных веществ. Что меняется от этого? Что становится сложнее или проще? Да, допустим, вот этот пример. Если здесь справа появятся формулы, в которых присутствуют и глюкоза, и глюкоза 6 фосфат и все остальные вещества, что тогда? Это увеличивает нам определенную систему? Снимает необходимость в этих дополнительных условиях, типа там максимизации какой-то? Нет, конечно, все эти условия остаются, фазей, просто все это если неопределенность есть, нам надо с ней бороться, если она есть, она останется здесь. Остается ли неопределенность, если у нас справа будут все концентрации? Что-то я не соображу, Фазли, но ты скажи, ты, наверное, знаешь. Да, значит, ситуация достаточно простая. Если у нас система зависит только от метаболитов этой системы, то есть ничего снаружи нет, кроме втоков и вытоков, то система становится полной. Ее можно решить, потому что сколько есть переменных справа, то есть сколько у нас концентрации входят в эти самые скорости, столько можно написать уравнений для этих концентраций. Полное получается равенство с учетом еще того, что есть вырождение, о котором Миша говорил, то есть есть интегралы этой системы, суммы каких-то уравнений равны нулю, и поэтому есть какие-то соотношения между концентрацией, которые остаются постоянными. Но частенько бывает такая ситуация, что в дело вмешиваются еще какие-то вещества, то есть какие-то метаболиты из других частей этой большой карты метаболизма являются эффекторами для этой системы, что-то в ней меняют, увеличивают, уменьшают, в общем, как-то входят в эти уравнения. тогда ситуация усложняется. Но она же показывает неполноту этой задачи и показывает, что мы взяли не все реакции, которые нужны. Хорошо, Миш, тогда значит, ну давай я продолжу немножко по этой закрыл свою презентацию, я открою чего-то свое. Сейчас я открою какую-то свою презентацию, например, вот возьму какую-то схемку более конкретную из того, что я буду дальше рассказывать в этих лекциях. Вот есть мы проделали здесь уже какую-то работу для какой-то метаболической системы. Нас интересует в данном конкретном случае задача производства энергии в клетке. Мы знаем, что энергию во многих клетках производит гликолиз. Иногда он не единственный источник энергии, еще другие процессы производит. Иногда он единственный источник энергии. Вот в самом простейшем случае, когда он единственный источник энергии, мы можем попытаться нарисовать граф. Давайте не обращать внимания на то, что взято в этот серый прямоугольничек, потому что серый прямоугольничек не нарисован так, как Миша сказал, он там более сложные стрелки. А все остальное имеет в точности такой вид, как рассказывал Миша. Значит, у нас есть название веществ, это промежуточные метаболиты, разные, и есть стрелки, которые их соединяют между собой, и это ферменты. Ну, сами ферменты здесь не написаны, а просто написаны пронумерованной скорости, просто в некотором случайном, можно сказать, порядке. Я расставил номера. Первая реакция, это превращение глюкозы в глюкоз-6-фосфат, вторая реакция, глюкоз-6-фосфат, фруктоза-6-фосфат, это, в общем, уже те реакции в точности, как Миша их вам рисовал. Но здесь они нарисованы все вместе для некой метаболической системы. Их, вы видите, тут получается 12 или сколько-то там такого типа примерно реакций, это уже не тысяча и даже не сто, то есть более-менее обозрима. Почему я решил, что мы можем рассматривать вот этот кусочек карты метаболизма? Ведь на карте будет присутствовать еще множество других стрелок, которые так или иначе в эту систему попадают. Но на первом шаге, когда я выбираю себе, чем ограничиться, или база данных мне помогает это сделать, та же бренда, но она часто частенько все путает, но допустим, в данном случае она все выдала разум, то мы опираемся на знания биохимиков. Просто можно сказать на учебник биохимии. Я беру учебник биохимии и смотрю, что там написано про то, как клетка производит АТФ в гликоле. Там нарисована схема, ну, не такая, немножко другая, в которой происходят все эти же самые процессы. Отличие состоит только в том, что там они, например, АТФ будут везде писать каждые реакции снова АТФ, АТФ, АТФ. Сколько раз он будет встречаться, столько раз его напишут. А я написал АТФ один раз для того, чтобы у меня была одна переменная. и все скорости, которые ведут к АТФ или ведут от АТФ, мне сразу наглядно видны. Я вижу, что граф в области АТФ сгущается, там вот много стрел. Мы это видели, и когда Миша показывал вам большие схемы, в которых граф там, где у него вершина была АТФ, куда шло огромное количество ребер. Это вот тоже остается и в самых простых системах. Ну, и казалось бы, здесь уже все разумно, в учебниках все написано всегда осмысленным образом, более-менее. И в чем тут разумно? Тут написано, что этот процесс начинается с глюкозы и заканчивается молочной кислотой. Простейшие клетки сами глюкозу не делают, и вообще как бы, скажем, млекопитающие сами глюкозу не делают. Они ее получают с пищей или в результате расщепления каких-то продуктов, которые мы едим. И для этих клеток, скажем, эритроцитов глюкоза это нечто внешнее. Это то, о чем я как раз рассказывал. мы спокойно можем считать, что концентрация глюкозы это константа. И тогда у нас глюкоза в этой реакции со скоростью У1 превращается в глюкозу фосфат и О1 не будет равно нулю. Поскольку глюкоза здесь ни с чего не берется, ни откуда не образуется, она вся утекает куда-то вниз. И вообще в этой системе есть неравновесие, потому что действительно есть проток. Все время мы глюкозу потребляем, и все время молочная кислота образуется. И в этой клетке ни то, ни другое не подвергается дальнейшим превращению. Если бы я просто рассматривал схему как некий стационарный процесс, я вынужден был бы считать, что у меня глюкоза расходуется, но если я предположу, что у меня концентрация глюкозы постоянно, не бесконечно, но постоянно, то тогда я с этой проблемой поборолся. Как быть с молочной кислотой? Она здесь накапливается. В самом конце в реакции У11 образуется молочная кислота, лактат, и дальше он в этой схеме никуда не девается. В организме молочная кислота из эритроцита выбрасывается с помощью специальных пор, то есть молочная кислота из клетки выходит, и дальше утилизируется уже другими клетками. Мы можем так же, как и с глюкозой поступить, и считать, что концентрация молочной кислоты в крови постоянно, и есть поток молочной кислоты из клетки наружу с какой-то скоростью, тогда у нас накопления молочной кислоты тоже не будет. Вот это вещь, первая, которую надо обязательно сделать, для того, чтобы можно было перевести то, что говорят биохимики, на формальный язык, нужный для анализа поведения этой системы. Потому что биохимики зачастую себя не заморачиваются этими вопросами о втоках, вытоках. Ну да, вот этот гликолиз, это вот такая схема реакции, но она действительно такая, и как только мы вводим дополнительные вот эти ограничения профтоки вытоки, то и все хорошо, как будто бы. Потому что смотрим дальше, что у нас тут еще есть. Ну, есть какие-то вещества, которые в этом процессе образуются, и вещества, которые в этом же процессе потребляются. Ну, скажем, вот внизу нарисована такая петля, она так и называется кофакторная петля, то есть для того, чтобы гликолиз протекал, нужен некий кофактор, то есть некое вещество, очень часто эти вещества бывают витаминами, то есть просто они не расходуются, потому что они в одной реакции используются как субстрат, а в другой назад продукт этой реакции превращается в исходный субстрат. Вот так и здесь. В шестой реакции НАТ превращается в НАДАШ, а в одиннадцатой реакции нужен НАДАШ, и он превращается назад в НАТ. В стационарном состоянии, я надеюсь, мы еще этого ВАКа с вами не попробовали, не посмотрели, но я надеюсь, что У6 будет равно У11, и тогда у меня концентрация НАТ и НАДАШ будет постоянной, и того, и другого будет постоянной, и, соответственно, все хорошо. Аналогичная ситуация, но более сложная с АТФ связана. АТФ используется в куче разных реакций здесь, есть какие-то скорости. И вторая вещь, которую надо добавить к учебнику биохимии, первая вещь была это в токе выпеки, когда мы с ними разобрались и дополнили схему какими-то соображениями, определяющими в токе выпеки. Следующая задача, которая встает перед нами, которая тоже биохимики себя не утруждают, это убедиться в том, что в этой системе у нас не получится каких-то противоречий. Ну, какие противоречия? Самое первое противоречие. После того, как мы написали все эти скорости, может оказаться, что в системе нет стационарного состояния. Ну, вообще нет. А мы не можем использовать никакие теоретические подходы, о которых Миша говорил, если стационарного состояния нет вообще. Все эти потоки, это есть скорости, соответствующие какому-то стационарному состоянию, то есть каким-то концентрациям этих метаболитов, соответствующих стационарному потоку. потому что каждая из скоростей зависит от концентрации. Если стационарного состояния нет, концентрации тоже будут меняться. И скорости значит непрерывно все меняются. И ни о каком равенстве типа тех, которые Миша писал, там, уитая минус жидкая равняется нулю, не может быть и речи. но это тоже биохимиков не волнует. Они знают, что такие реакции есть, и они их пишут. А это уже опять-таки наша проблема разобраться, а будет ли там стационарное состояние. И вот если мы возьмем гликолиз и проведем этот самый стихиометрический анализ в предположении, что в этой системе есть стационарное состояние, то мы получим простую очень стихиометрическую матрицу. Я ее даже выписывать не стал. Если мы посмотрим на цепочку процесса, которые здесь происходят, глюкоза, глюкоза 6 фосфат, стихиометрический коэффициент единичка, минус 1 для глюкозы, плюс 1 для глюкоза 6 фосфата. Идем дальше. Все единичка, 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 получается бидиагональная матрица, до фруктозы дифосфата. В этом месте произошло раздвоение. Из фруктозы дифосфата образуется диоксиат стонфосфат и глицеральдигид фосфат. И это одна реакция, то есть скорость образования диоксиат стонфосфата тоже У5, как и скорость образования глицеральдигид фосфата. Но дальше диоксиат стонфосфат превращается в глицеральдигид фосфат. С какой-то своей скоростью. Ну вот это приводит к тому, что в матрице стихиометрических коэффициентов происходит некоторый сбой. Никакой уже бидиагональности нет. Но система в одном месте только имеет вот такую сложность. А дальше все опять превратилось в одно вещество, в глицеральдегид фосфат. И оно продолжает превращаться в какие-то другие вещества. Ну, походу, есть еще одно раздвоение. Один триди фосфоглицерат превращается в два триди фосфоглицерата, потом назад в три фосфоглицерата. Похожая вещь, как это было на предыдущей стадии, на две стадии раньше. Ну вот за исключением этих двух-трех вот этих вот усложнений, двух на самом деле, ничего особо хитрого здесь нет. Но если я учту эти усложнения, то окажется, что у меня скорости превращения глицеральдегид фосфата в более последующие метаболиты, ну, скажем, в два фосфоглицерата, в фосфоэноуперуват, в лактат, в общем, вот все вот это до конца, будет тоже происходить с коэффициентом единичка. Один, один, один и опять бидиагональная матрица. Только в местах вот этих двух размножений, двух как бы раздвоений, есть некоторые особенности. Но из-за этих особенностей у меня получается, что цепочка скоростей выше этого раздвоения, то есть один, два, три, все равны друг другу. И цепочка ниже этого удвоения тоже все равны друг другу, но только не равны верхнему. И между ними есть постоянный стихиометрический коэффициент двойка. Это из-за того, что вот субстрат исходный разделился на две половинки. И образовалось из одной молекулы глюкозы две молекулы глицеральдегид фосфата. То есть биохимически все просто и понятно. С точки зрения стихиометрии, ну, тоже просто. Если бы я написал аккуратно эту матрицу, а я ее даже писать не стал в силу простоты, я бы это сразу и увидел, что у меня в стационарном состоянии скорость У1 в два раза меньше, чем скорость У7 или У10. А почему я взял именно вот эти четыре скорости из этой схемы? Вон их тут сколько. А я взял У1, У3, У7 и У10, потому что они, есть скорости превращения АТФ. Вот со скоростью У1 АТФ превращается в АДФ, со скоростью У3 АТФ превращается в АДФ. То есть эти две реакции используют АТФ как субстрат. А вот реакция У7 и У10 используют АДФ как субстрат, превращая его назад в АТФ. Вот тот самый цикл, который я только что рассматривал для НАДАШ, и здесь имеет место. То есть здесь тоже АТФ в каких-то реакциях потребляется, в каких-то наоборот синтезируется. Но в отличие от НАДАШ, где это сколько произвели, сколько и потребили, для АТФ так не получается, потому что есть вот это вот раздвоение и есть неравенство этих скоростей. То есть это коэффициент двойка. Поэтому если я напишу уравнение для изменения концентрации АТФ во времени, вот оно ниже написано, то в него войдут эти четыре скорости. Ну и вроде внешне все так и выглядит, как Миша рисовал. Но только я вижу совершенно отчетливо, что благодаря предыдущей строчке, благодаря этой самой стихиометрии, у меня в этой системе железно скорость больше нуля. Она не может быть равна нулю. Я потерял стационарное состояние. А биохимиков это не волнует. Им нет дела до моих проблем. То, что у меня в уравнениях получилось, что в этой системе нет вообще стационарного состояния. Ну, извините, это ваши проблемы. Мы-то биохимики уверены в том, что все эти реакции есть. А как уж тут быть, вы уж выкручиваетесь сами. Но выход один. В этом случае я вынужден считать, так как здесь это ниже написано, что гликолиз не является автономной метаболической системой. что на самом деле я потерял какие-то реакции, понадеявшись на биохимиков, которые мне выдали исходную, так сказать, стартовую схему. Я же на самом деле никаким образом не доказывал, что схема, которую я взял, она полна, она в себя все включает. Если бы я взял метаболизм всей клетки целиком, все там 6000 реакций или сколько их там происходит, ну, наверное, у меня бы такое не произошло. Но 6000 реакций рассматривать не хочется, очень сложно, ничего не поймешь. Значит, я пытаюсь выделить какой-то блок. Вот то, что Миша говорил о блочной структуре этих процессов. И блоки на первом шаге кажутся уже выделены биохимиками. Но вот как показывает этот пример, это далеко не так. И поэтому еще одна неформальная задача, которая возникает в процессе стихиометрического анализа, это попытаться понять, а действительно ли вы имеете дело с полной метаболической системой, то есть с системой, в которой возможно стационарное состояние. И это тоже нетривиально. Оно может оказаться, что этого нет. Вы это сначала должны проверить. Если окажется, что это не так, то что надо делать? Надо опять лезть в базу данных или опять лезть в учебник биохимии и пытаться понять, а какие же реакции здесь важны, а мы их не учли. Но в данном конкретном случае я вам ответ скажу, он простой. Дело в том, что если какая-то система является производителем, в данном случае гликолиз является производителем энергии в клетке, ну, синонимом слова энергии в клетке является слово АТФ. АТФ производится, это макроэргическое состояние, оно источник энергии. Ну, так вот, если у меня эта система, производитель АТФ, и этот АТФ нужен другим системам, то тогда очевидно, что у меня такое противоречие должно быть. эта система не может иметь ДАТФ по ДТ равное нулю. Она обязана иметь эту производную больше нуля. Она производит АТФ. А для того, чтобы у меня получилось стационарное состояние, мне, стало быть, надо учесть процессы, в которых АТФ потребляется. И поэтому я немножко сжульничал, когда показывал вам эту схему, я ничего не сказал про У0. Вот У0 в учебнике биохимии не написано, но это довольно легко самим понять. Если эта система производит АТФ, то должны быть процессы внешние, никак не связанные с гликолизом, в которых АТФ потребляется. Вот тогда производители и потребители между собой достигают стационарного состояния, и тогда в этой системе стационарное состояние может быть. Я рассмотрел только одну проблемку, связанную с этим треугольничком, который называется, ну вот эти скорости У5, У5-штрих, вот этот треугольник реакции. Казалось бы, безобидная меч, но взяла и расщепилась на две части какая-то молекула. А потом эти две части превратились в одно и то же. И опять дальше все пошло одно и то же. А видите, сколько всяких теоретических сложностей это нам принесло. Я опустил нижний треугольничек, где есть вещество 2,3-дифосфоглицерат. Вот тут тоже происходит некое раздвоение. И, к сожалению, значит, если я буду честно рассматривать все, что с этим связано, это тоже сильно повлияет на наши дальнейшие рассуждения. Но об этом, может быть, мы будем говорить когда-нибудь в другой раз, а сейчас на этом не останавливаемся. Будем считать, что этого пути вообще нет. И тогда все, что я сказал, совершенно правильно. Итак, получается, что у нас одна из задач нашего анализа уже на уровне стихиометрии. Это убедиться в том, что получившийся граф реакции, который мы выбрали, и который, казалось, автоматически получается с помощью баз данных, баз ферментов, которые в данной клетке есть, это не автоматическая вещь. И надо убедиться в том, что в этой системе может быть стационарное состояние, и тогда как бы все хорошо, как будто бы. Но есть еще одна проблема, и даже несколько. Ну, например, может так оказаться, что стационарных состояний несколько. И мы с вами не в этом году, а в следующем увидим примеры, когда в системах действительно есть несколько стационарных состояний. И стоит вопрос о том, а какое из стационарных состояний нам надо рассматривать в этом стихиометрическом процессе. А может такое случиться, что стационарное состояние будут, разные стационарные состояния будут иметь разную стихиометрию. Да, может. Совершенно запросто. запросто. И это тоже дополнительная проблема, с которой надо опять-таки отдельно разбираться, потому что никакая база данных пока не может вам ответить на вопрос о том, сколько стационарных состояний будет в системе, которую вы выбрали. Вот в системе большой системы. А уж сказать, сколько стационарных состояний вообще в клетке в целой, если все шесть тысяч реакций условно учесть. Это вообще никто сказать не может. Кажется, что одна, раз она вот живет и нормально функционирует, но это только кажется. Ну и, наконец, третья вещь, которая может оказаться. Стационарное состояние может быть одно, и оно может быть неустойчиво, и никаких внешних других реакций, которые мы потеряли, нет. А вот это неустойчивое стационарное состояние и есть свойства этой биохимической системы. Как такое может быть, спрашивается. А очень просто. Не все в нашем организме стационарно. Есть некие процессы, которые идут периодически, то есть идут колебания. Какое-то вещество непрерывно в клетке меняется. То растет, то уменьшается, то потом снова растет, снова уменьшается. И мы с вами в курсе биофизики клетки увидим такие системы. Но в частности, такого сорта колебательная система клетка использует для того, чтобы делиться. Клеточный цикл синхронизуется с некоторым периодическим процессом. Этот периодический процесс задается тоже биохимической системой. То есть некоторыми биохимическими реакциями, которые точно так же можно нарисовать. И между ними нарисовать всякие стрелки и все прочее. Когда мы начнем ее решать, окажется, что в этой системе нет стационарного состояния. То есть оно есть, оно одно, единственное стационарное состояние, но оно неустойчиво. А что же тогда, как же тогда быть? Теория дифференциальных уравнений говорит, наверное, у вас, ребят, в системе имеется предельный цикл, который устойчив. То есть из неустойчивого состояния, стационарного состояния, вы переходите в колебательный режим, который устойчив. То есть там идут колебания с постоянной амплитудой и частотой в течение всего времени рассмотрения. Это тоже стационарное состояние, но только не такое простое. Оно колебательное. И в этом случае анализ тоже становится другим. Вот с учетом всех этих дополнительных усложнений. Тем не менее, анализировать систему можно. И как мы с вами увидим, наверное, опять-таки уже не в этом году, этот анализ дает очень многое. Он сильно дополняет работу биохимиков, открывая новые неизвестные свойства в этих системах. Потому что оказывается, что все вот эти дополнительные вещи, которые биохимия не чувствует, хоть она и знает эти реакции, они-то и определяют поведение системы. Будет ли эта система работать стационарно, будет ли она колебаться, будет ли там несколько стационарных состояний. И самое главное, это то, что здесь пока вообще не присутствовало. Это задача понять, какую функцию выполняет система в клетке. Ну вот, Миша сказал, что для бактериальных клеток можно считать, что есть некоторая функция оптимизации. То есть, клетка пытается максимизировать какую-то комбинацию скоростей, которая помогает ей, например, быстрее всего размножаться. Это правильная стратегия для бактериальных клеток. Когда речь идет об одной одиночно живущей клетке, то естественно, что ее главная цель это непрерывно размножаться, а не жить просто в стационарном состоянии. А для того, чтобы ей непрерывно размножаться, ей нужно непрерывно делать какие-то вещества. То есть, она максимизирует какие-то потоки в своем метаболизме. Но для клеток животных, для многоклеточных клеток, для многоклеточных организмов такая стратегия в принципе не подходит, потому что если вдруг какие-то клетки в нашем организме сходят с ума и начинают непрерывно размножаться, пусть даже не с максимально возможной скоростью, то это рак. Это вещь, которая нарушит баланс разных клеток в нашем организме и приведет к гибели всего организма. Поэтому стратегия оптимизации, стратегия максимизации какой-то функции для высших, для вообще для многоклеточных организмов почти никогда не работает. Но идея оптимизации работает. Просто целевые функции другие. Ну, например, вот кому-то из вас достанется метаболическая система, которая производит какую-нибудь аминокислоту, но не в вышерихии коле, а в клетках высших животных, в каком-нибудь простейшей клетке, или непростейшей, неважно. И вот там эта аминокислота в результате целого ряда каких-то процессов синтеза деградации получается в какой-то метаболической системе, типа того, как здесь получается АТ. Но вы скажете, ага, сейчас мы напишем оптимизацию и попытаемся максимизировать производство этой аминокислоты. И будете неправы, потому что организм не максимизирует производство этой кислоты. Он должен сделать так, чтобы скорость производства этой аминокислоты в точности равнялась скорости, с которой эта аминокислота утилизируется, используется для каких-то других процессов, в частности для синтеза белков. А когда возникает такая задача, то она уже не может автоматически решаться. Должны быть какие-то регуляции, которые обеспечат соответствие этих скоростей. Так же, как и в гликолизе. Если гликолиз производит АТФ с какой-то ненулевой скоростью, то он должен этот АТФ производить ровно с той скоростью, с которой АТФ будет потребляться. И это приводит тоже к некоторым оптимизациям. Но только в данном случае уже оптимизируются совсем другие функции, не имеющие смысла скорости. А, например, имеющие смысл зависимости стационарной концентрации АТФ от какого-то параметра физиологического клетки. Ну, вот это тоже нужно понимать. И тогда в целом этот подход может работать и может приводить к достаточно важным и интересным результатам. Спасибо большое за внимание. На сегодня все. Еще пару минут есть для вопросов. Если вопросы есть, то, пожалуйста, ко мне или к Мишу. Можно вопрос по той работе, которая предстоит. в следующий раз, на следующей лекции я подробно разберу задачи, которые вам предложим. Но до этого, до лекции, я хотел бы получить от вас список. Пожалуйста, состыкуйтесь между собой все и разбейтесь, пришлите мне список слушателей, все, кому придется сдавать этот зачет экзамен, как у вас там, я не знаю, в конце. На группе по 2-3 человека. И я дам список задач, которые мы вам предложим, каждая из этих групп. И каждая группа будет работать над этой задачей, грубо говоря, до конца семестра. Это не на одну пару, и даже не на две пары, а это будет домашнее задание. Вы сможете полазить по базам данных, собрать информацию, полезть в статьи, посмотреть. Если у вас будут какие-то вопросы по ходу, вы сможете нам с Мишей задавать их, скажем, в виде вопросов по электронной почте. Мы будем вам помогать с литературой, помогать выбирать какие-то стратегии исследования. А потом вы нам пришлете некий письменный отчет по задаче. Вот, скажем, будет задача пинтос фосфатный путь. Вот вы нам напишите, что это такое, какие реакции вы нашли, в каких базах, какие константы, из-за чего этого получилось. вопросов. Так, ну, хорошо. Тогда на сегодня все. Спасибо за внимание. Жду от вас списка групп. До свидания. Миша, спасибо. Можете сказать, куда вы выкладываете записи? А меня слышите? Здравствуйте. А вы можете, пожалуйста, сказать, куда вы выкладываете записи? Вы говорили, что вы выкладываете записи. еще никуда. Я думаю, что к следующей лекции я дам вам ссылочку на сайт, где будут лежать все лекции. Спасибо. До свидания.